Мотивошоковые мероприятия, значит, уложить пациента должны быть, если там оказывается хирургическая помощь или есть лицензия на анестезиологию и реаниматологию, значит, обязательно есть какая-то наркозно-дыхательная аппаратура. Ну, хотя бы самый простой мешок АМБУ должен быть для искусственной вентиляции. Поэтому вот то, что не оказали. Дальше следующий момент, на который бы я хотела обратить внимание. У нас есть действующий приказ нашего Минздрава 541 об утверждении единого квалификационного справочника должностей медицинских работников. И вот в этом документе во всех абсолютно квалификационных требованиях к среднему медицинскому персоналу, к врачебному персоналу есть такое требование, как оказание неотложной помощи. Хорошо, а бюджет компенсирует частникам в том случае, если они оказали экстременную помощь? Они работают в рамках программы ОМС. Но здесь уже, вы знаете, дальше идут репутационные риски частных организаций. Вот если это получит всеобщее озвучание где-то в средствах массовой информации, на телевидении, я думаю, что частная медицинская организация в случае неоказания медицинской помощи, она понесет, наверное, большие потери.